Всем привет из околомосковья! Сегодня у нас среда. Среда тоже хороший день. На самом деле, каждый день будет хорошим, несмотря от вашего настроения. У нас дождливо. Я сейчас поеду в Волтуфьево. Я не знаю, сколько часов я буду ехать туда, сколько часов буду ехать обратно. Но мне надо туда сегодня попасть. И я надеюсь, что мне это удастся. У меня, конечно, насморк мой так и не проходит, потому что один день солнечно, второй день уже дождь. У меня ветерок подул и все. И я опять и я в соплях. Вот. Поэтому вот так вот разговариваем. Тоже не накрашенная, конечно. Ну ладно. Чушь-то. Так, показываю, что у нас за бортом. За бортом, а за бортом у нас дожди. Вчера мы с гели делали фотосессию. Вот что из этого у нас получилось. Субтитры делал DimaTorzok 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 Еду я в Алтуфьево. Если что-то будет интересно, я обязательно включусь. Постараюсь поменьше показывать пробок, но что я могу делать, если так получается, что сейчас огромная часть моей жизни состоит из пробок. Но, к сожалению, сейчас так. Но не каждый же день море и солнце. Вот пока ситуация такая, что моя жизнь состоит из того, что вы видите. Все, поехали! Поехали! Поехали, поехали! В далекие края. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот такая красота! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я вышла живым из того здания, сделала все свои дела, и сейчас поеду дальше. Посмотрите, какое здесь дерево. Тоже на нем прям такие уже гроздья, почки набухшие. Руки трясутся. Дерево такое, я даже не знаю, что это. Сейчас я попробую так перебрестить. Такое вот прям дерево-дерево. Дерево-дерево. Еще. Вот еще раз. Прям такие ветки интересные. Весна, весна. Весна, весна. Ехала я наконец к вот этому вот мир растений, которые у нас здесь саженцы всякие разные. Пойду сейчас поспрашиваю, есть ли у них там яблони, есть ли там что-то сирень. Ну и заодно узнаю в какую цену, в какую что цену. Там люди ходят и смотрят, я не понимаю, где там что. В общем, все. Пойду. Если куплю, расскажу. Вернулась я с этого прекрасного лесопосадочного комплекса. В общем, на самом деле там все очень дорого. Я взяла вот такой кустик клубнички за 50 рублей. Вот. Клубничку я посажу. Сейчас просто там человечек прошел, я так замялась. А вот деревца у них дорогие. То есть, получается, яблоня 600 рублей. Сирень вообще полторы тысячи. Ну, как бы... Это очень дорого, я не готова столько заплатить. Учитывая, что... Ну, они там трехлетки, у них еще что-то, но я не готова. Вот. Я лучше куплю в Леруа Мерлин. Пусть там будут одногодки. Я лучше подожду. Ладно. Все. Едем теперь. У меня по плану дальше строительный рынок. И потом уже наша пятерочка. Купила я уже на нашем строительном рыночке тепло на этот штукатурку. Думала посмотреть какие-то лопатки. Но вы знаете, честно говоря, самая дешевая это большая лопата за 200 рублей. Она мне большая не нужна. Она мне будет занимать кучу места. А эти же как бы небольшие лопатки такие. Огородные наборы. Они, честно говоря, что-то их очень дорого продают. Вот там вот какие-то лопатки. Вот тоже. По-моему, 250. В общем, сейчас я понимаю, что это сезон начинается. И вот они везде ставят эти лопатки. Ну, конечно. Короче, я это буду тоже смотреть в Леруа Мерлен. Потому что, как ни крути, но дешевле получается в гипермаркетах, в супермаркетах. В таких больших строительных. Оби, моби. Получается дешевле. Поскольку мне все равно туда ехать. Я решила, что я там же посмотрю. Да не пищи. Сейчас мы повернем уже с трудом. Я там же посмотрю саженца. Пусть они там у них не трехлетки, а однолетки. И там же посмотрю и лопатку, и краску. В общем, мне там много чего нужно будет покупать. Просто здесь плюс этого рынка. При покупке вот таких вот больших вещей, как штукатурка. Мешок штукатурки это 30 килограмм. Они его бросят мне сразу в багажник. А в Леруа Мерлен тебе нужно самой свалить его в тележку, довезти до этого самого. Поэтому это вообще не вариант. Я девушка не хрупкая, но не такая сильная. Поэтому без мужа я этого делать не буду. А здесь вот... Поэтому... Даже там все эти смеси, они все равно в итоге подешевле будут. Просто здесь вот за услугу, получается, я немножко переплачиваю. Ладно, смотрите какие у нас тучи. На самом деле я уже практически приехала в сторону дома. Я прорвалась сквозь пробку. Потому что сейчас она будет еще больше. Поскольку через два дня выходные люди уже... Кто может берет четверг-пятница за свой счет, чтобы объединить их в длинный вариант и уже заняться дачами. Я еду в сторону дачи. Поскольку у нас квартира как раз в стороне дачи, поэтому пробка на нее уже была большая уже в 4 часа. А сейчас после 6, после 7 будет еще больше. В общем, сегодняшний единственный мой улов из того, что мне надо, это мешок теплона, чтобы заштукатурить оставшиеся полторы стены. И клубника, которую я как раз сейчас приеду и посажу. Все, наверное, на этом я сегодня буду со всеми прощаться. Вот получился такой сегодня весенний огородный блог. Все распускается, видите. Пробок не показывала. Потому что сама иногда начинаю пересматривать. Думаю, блин, такое ощущение, что у меня в жизни только одни пробки. Поэтому буду стараться пробок не показывать, а показывать что-то более интересное. Все, всем пока-пока. Хорошего вечера. Пока. Пока.